Всем привет! Я тут узнала, что скоро в Киев приедет мой любимый видеоблогер. Да-да, у меня тоже есть любимые видеоблогеры, я тоже их смотрю. И это не люди, у которых там несколько миллионов, это в основном люди, у которых немного подписчиков, но в будущем у них точно будет несколько миллионов, потому что они очень интересные. Так вот, приедет Алина Лазебник. Вы должны помнить, я когда-то вам рассказывала, что я ее смотрела. Она живет вообще в США, очень далеко. Я даже не надеялась с ней увидеться. Теперь очень рада и даже думаю из-за этого задержаться в Киеве, потому что вроде она приедет после 17 сентября. Именно благодаря Алине я Лису повела в спортлайф, потому что я смотрела ее влоги, как ее доченька маленькая купается, ныряет, и как она хорошо уже в своем таком малюсеньком возрасте это все умеет делать. Те же упражнения, но намного больше ныряния. И ныряния были достаточно прикольные, потому что Маша ребенка отпускала, и Илья начинала плыть сама. У них правда очень развиты инстинкты в этом возрасте. Я вам оставлю ссылочку на Алинин канал. Подписывайтесь обязательно, вам тоже будет интересно, как и мне. И благодаря этой ситуации я тут подумала, что наверняка вам меня тоже хочется увидеть в Киеве. И решила все-таки сделать фан-встречу. Думала я ее сделать в воскресенье, то есть завтра, но потом передумала, потому что у меня завтра день рождения. И думаю, ну некрасиво свой день рождения делать, как будто бы напрашиваться на подарки. Поэтому фан-встреча будет 15 числа, в следующую субботу. Пока подумываю об Оушен Плазе, но напишите мне в комментариях, может быть какое-то местечко есть другое, где было бы всем удобней. Я тут стираю Алискины вещи, и представляете, отстирала пятно, вот здесь было, которое я не могла вообще отстирать. Отстирала этим белым мылом из эпицентра. Помните, я его целую кучу накупила? И здесь были разные, вот для детского белья. Я сначала для детского белья стирала. Потом я нашла мыло, на нем написано против сложных пятен. Вот с помощью его я и справилась. Папа опять уезжает в больницу. Да, будешь скучать, папа? Ты хочешь папе сумку донести? Папа, чем будешь? Тем, папа. Или мама за двоих поцелует? Да хоть за троих. Маме лишь бы целоваться. Ой, смотри, что он пошла тебе делать. Я тебе зайка, увидела, что мы целуемся и тоже пошла. Пока-пока, ну помаши, папе, пока-пока. Пока-пока, пока-пока. Ну, маши, маши, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, папа, пока. Так радостно прям, пока-пока, папа, да? Давай уже. Бабушка тут к приходу девочек решила сделать мини-тортик. Промазала коржики сгущенкой и посыпает Несквиком. Какао вот таким. Ты думаешь, это вкусно будет? Думаю, что вкусно. Именно Несквиком посыпать. Несквиком мы его ложками едим. Надо было нутеллой помазать. Она у нас есть? Да нет, нет, я шучу. Я не думаю, что это было бы вкусно. Так, что-то оно не очень красиво получается. Да, ну странно, подождай, я попробую. Ты не так делаешь. Так ты сейчас много слишком насыпаешь. Ну, так и будет красиво. Несколько много не бывает. Ну, с такого количества это максимум, что можно сделать. Ну, вроде аппетитно. Дай попробовать. Бери, режь. Что делаешь? Не знаю. У нас появился мужчина в семье. Папу выписали из больницы. И папа теперь все чинит. Точнее, все настраивает, потому что мы ничего не настраивали. Лиса, а ты смотришь малышариков, да? Ой, какие ножки. Мое. Мы сейчас сидим с мамой и разбираем вещи на полу. И мама тут что-нибудь достает, такая, чье, мое, чье, мое, чье, мое, чье, мое. И тут у нас собиралась вот такая кучка Катейных вещей. Ну, вообще, это все из-за того, что меня вытеснили с моего шкафа. Точнее, меня вытеснили с моей тумбочки. А все вещи из моей тумбочки переложили ко мне в шкаф. Ты забыла про эту футболку? Я про нее помню, мне она неудобная. Ты используешь это? Ну, как бы. Это напоминание, да? Ну, вот одна извилина у меня точно есть, в которой запомнилось слово типа. И вот ее я использую просто постоянно, мам. Поэтому можно сказать, что использую, да? Это твое? Мое. У меня, кстати, с папой одинаковые штани вот эти. Ну, папы такие же серые есть, чем у меня. И это мое. Это тоже твое? Это мое. Кучка увеличивается, а то что твое? Это мое. Моя школьная юбка. Прошло время. Мы прибрали с мамой кучку. Бабушка. Ааа, давай. Ну, пожалуйста. У нас вечер. Я расписываю планы на завтра. Я не понимаю, как за завтрашний день все успеть. Послезавтра у меня день рождения. Лена Би-мама дарит фотосессию нам. На фотосессию надо купить одежду. Завтра на фотосессию? Послезавтра. Завтра у вас еще концерт вечером надо это тоже записать. И у меня маникюр на два. Девятнадцать маникюр. Потому что у меня с этими уже просто капец. Одного нету, остальные покотились. И весь прикол в том, что у меня постоянно маникюр выдерживал. Даже лагерь в палатках на шесть дней. А в этой школе в 23 поломался весь. А хочешь, что? Собираюсь вот эти свои ногти просто состричь. Вот видишь, я уже один сострел. Вот так сострегу и буду ждать, пока отрастут. Мама. Надоел мне этот гель-лак. Нам сказали, что нам нельзя яркие маникюры, поэтому я просто покрою гель-лаком. А там стоит Игорь. Вот. Я, кстати, вы теперь же шкурчишь слово типа? Мне надо сдавать челбан. Я как послушала то видео, у меня глаза на лоб были. Точнее, уши. Тут, если что, возле Игоря лежал хлеб. Это Алиса оставила. Я его убираю. Так, Алиса, слышишь? Алиса специально вылазит на этот кухонный уголок, чтобы посмотреть, что лежит на столе, взять и поесть. Она ест хлеб, персики, яблоки, помидоры. Все, что увидит, она тянет и жует. Она, по-моему, толстеть начала. И, кстати, если что, я никакого таксиста не обманывала. Я... А, блин, ладно. Я обманула, когда сказала, что я не вызывала такси. Но, блин, понимаете, в 10 часов ночи ждать 20 минут с ребенком на руках таксиста тоже как-то не особо хочется. И когда через 20 минут тебе даже не присылают смс-ку, он просто звонит, что он скоро будет, это как бы не очень прикольно. Поэтому я ему типа сказала, что мы не вызывали, потому что, блин, ну я извиняюсь. Типа было два раза. Блин! Я слышала. Блин. А за блин тоже может? Нет. А то у тебя типа перейдет в блин. Ну, давай. Да, не, не хочу. Может, у меня все отрастут, а? Нет. Ни в коем случае. Ну, вы будете это иначе катать. Ни усы, ни борода. Я люблю мужчин без волос. Ну, только на голове, чтобы были. Я, вернее, тебя люблю, и других мужчин вообще не люблю. Но я имею в виду, что мужчина на моем мнении. Успела поправиться. Я даже не обратил до этого внимания. Я имею в виду, что мужчина на моем мнении должен выглядеть. Так, без бороды и без усов. Вообще не представляю, как можно с усатым мужчиной или бородатым целоваться напрямую. Вот и попробуй. Нет. Этой бритвой удобнее все-таки, чем с тонком. Поелозил, покосил травой. Да, не надо мазаться, да? Да. Хотя можно. Она же рассчитана на то, что тут по пене. Я по-прежнему выглаживаю ее одежду. Хотя этого можно было бы не делать. Не знаю. Многие мне писали, что я зря так много глажу. Ну, посмотрите. Вот, допустим, в этом Алиса спит. Это ее пижамка. Она сейчас выстиралась. Ну, некрасиво же, когда она такая мятая. Сейчас поглажу, увидите, какая она станет. Ну, что, смотрите. Так же лучше, правда, когда она выглажена. Конечно, она что-то сильно не отгладилась. Но все равно лучше. Сейчас наденем Алиске. Алиса у нас только проснулась. Сегодня спала вот в такой кофточке. Вот этот пушок на голове, который, по идее, нужно состригать. Видите? То, о чем мы говорили, когда деток в годик налы состригут. Вот это еще какой-то родовой пушок. После ночи он выглядит вот так. Доброе утро, котенок. Помаши всем привет. Привет. О, привет. Привет. Привет, привет, помаши, привет. Ну, давай. Сонная девочка. Смешная такая. Ну, что, наденем ей вот это My Little Monster. Мне оно очень нравится. Хоть это вроде и пижама, но, по-моему, можно и просто дома в нем ходить. Сейчас уже прохладненько становится. Нужен какой-то такой домашний костюмчик. Ку-ку. Ку-ку. Мы всегда, когда надеваем что-то, Алисе, чтобы она не боялась, что у нее там голова застряла. Мы говорим, ку-ку. Ну, получается, одевание такой игрой. Что там? Что там на ручках? А, ты рассматриваешь одежду. Что это за выражение лицо, Алисик? Не выиспалась, да? Ой, ебой, зима. Нет, на то, что я лёгий слаз, еще не проснулась. Наш свит монстр. Монстрс. Можешь это будить остальное? Да, она это любит. Что, у тебя папа там, да? И там, и там папа. И в зеркале и сзади. По-моему, Алиса уже понимает, что такое зеркало. Да? Да? Пойдем, Настя, сказать, будить. Да. Еще спят? Ай, у Насти провалился диван. И так по несколько раз за ночь, да, Настя? Только повернешься, и все. Нет. Ничего, мы уедем, будете на кровати спать. Может, там под него что подкладывать, чтобы не проваливался? Я тебе сто раз поговорила, положи, а то огромную подушку. Угу. Скажи, Катя, доброе утро. Где Катя? Есть там Катя? Под пледиком. Массаж. Хе-хе. Катя, Катя, пощекочем. Давай. Кит-кить-кить-кить-кить. Кит-кить-кить-кить, Катя. Хе-хе. Даже выходной не дадите быстро. Уже 10 часов. Нам надо в магазин, ведь они точно захотят с нами. И обидятся, что мы их не разбудили. И кто лучше будет, чем Алиса? Никто. Доброе утро. Хе-хе. Ага-га. Насте по попе давай. Хе-хе. Ку-ку. Там Катя скажи. Ку-ку. Палатка. Залезай, Элис. Залезай туда. Залезай. Залезай, Катя. Вот так. Все. Три сестры под пледами. Как вы там расположились? Ай, че-пуче. Залезай. Запуталась, Ку-Ку. Жлока зарогатая. Жлока забадатая. Вставай, Настюх, ты хочешь с нами в проспект? Может, там что-то покупать будем? Одежки. Пусти, пусти Алиску, она хочет к Насте. Покажи, Настя. У нас потерялась соломинка от такого напитка. Катя будет его пить так. Вот видишь, как корзинка пригодилась? В корзинке у нас лежат яблочки. Алиса, Алис. Кашу мы с Костей способны сделать оба. Делаем по очереди. Ничего плохого не вижу, потому что он ее мешает. Кто постел съедает мою колбасу? Я откуда знаю, кто съедает твою колбасу. Я уже третий раз покупаю себе соломинку и ни разу ее не съела. Я не съела колбасу. Алиса, ты съела колбасу? Бабушка сейчас. Что? Да. Ну, там Катя что-то с моей альфа-банковской карточки, то ли место на облаке. А? А Настя только его не делала, потому что я не взяла. Настя же вроде не делала. Что? А может быть это когда вы пытались с Катей облако расширить? Ну, вот может быть. Может быть оно тебе сделалось платежом, который повторяется? Так оно четвертого, я думал раз в месяц оно хотя бы списалось. А оно четвертого часа списалось. И вот девятого. Ну, а как это отменить? Сейчас я пошел в руках. Так оно тебе хоть дает, это облако, увеличивается память? Ну, так нормально, что это вообще происходит? Алиса. Взяла яблочко. Самостоятельная девочка. Давай его сюда, Алиса. Давай мы тебе пюрешку сделаем, натрем яблочко. Папина сумка, а там еда от Подоба. Давай заглянем. Мне тоже интересно, что там папе сегодня принесли. Завтрак, а там Женя предупредит. Завтрак папа уже схомячил. Нет, вкусно. Вкусно? Так, и что же там такое, а, Алиса? Ланч. Так, сейчас будем с тобой слюнки пускать. О, печеные яблоки, что ли? Печеные яблоки. Полудник. Ого, что это? Ничего себе, пудинг, что ли, какой-то? Так, острой, отчет. Ужин. Котлетки явно паровые. Обед. Чудесно, просто чудесно. Нам не надо готовить паровое, все, все диетическое. Оно все уже готово. Можно готовить на всех остальных. И Костя, не будет у него соблазна кушать то, что ему нельзя кушать. Алиска, что ты делаешь? Смотря что вы приготовите. Ну что, собака. И мое, и все, и ваше. Ну ты ж не будешь. В любом случае тебе же нельзя. Нету бумажки со списком. Алиска, куды? Пошли кушать. Паш. Смотри, что такое. В качестве стульчика у нас теперь коляска. Да, да, я сейчас вам шлюнявочку принесу. А-га-га, не хочу сидеть на месте. Да? Алисе все интересно и хочется везде бегать, везде все пробовать, трогать, доставать. Сидеть ни в какую не хочет. Даже когда ее просто кушать садят. Но она уже понимает, конечно, что пока она не поест, она не встанет. Вот, сейчас ей один год и один месяц. Мы так и не сдали ей анализы. Собираемся в понедельник это сделать. Наверное, пойдем уже в другую лабораторию, потому что в той нам не понравилось. Моей маме взяли кровь и не все сделали. Позвонили нам и говорят, она в сгусток превратилась, мы не успели. Ну, как это так? Даже в Черкассах, когда брали кровь, везли в Киев и все делали. А тут у них не получилось. Как-то очень странно. Посмотрите, какой бабушка сделала завтрак. Это мое любимое. Гречневая каша, она ее еще с поджаркой вот так перемешивает. Яичница, правда яичницу с колбасой я не люблю. И салатика с помидором. Просто идеальный завтрак. Настя пришла из магазина. Я опять настирала руками Алискины вещи, но уже сегодня мы почистим стиральную машинку. Что мне сдается, что бабушка это уже даже сделала, пока я стирала. Ты уже ее почистила? Нет, там не так просто. Во всяком случае, начала точно, потому что отсюда такой химический запах. Но все равно эта черная плесень не отмывается, да, мам? Нет, нам надо его понабрызать и сдать. На этом наш влог заканчивается. Но я обязательно буду вам снимать, как мы сейчас поедем в магазин. Поедем наконец-то на машине. И что мы там купим? Всем пока и до новых встреч. Пока-пока. Помаши. Пока-пока-пока-пока-пока.